привет меня зовут ксюша добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу поговорить с вами о коллагене очень давно я принимаю коллаген наверно около двух лет и периодически девчонки подружки когда приходит ко мне в гости видит эти баночки спрашивают у меня что это для чего я это принимаю как это принимать и сегодня я решила поделиться этим с вами давайте сначала небольшая минутка теории я расскажу вам насколько я понимаю что такое коллаген коллаген это важнейший компонент соединительной ткани в нашей коже в мышцах волосах сухожилиях хрящах коллаген это такой компонент который обеспечивает эластичность ткани эластичность мышц эластичность и упругость нашей кожи эластичность наших волос основная проблема заключается в том что начиная с 25 лет резервы ресурсы нашего организма его запасы коллагена они начинают стремительно уменьшаться но хорошая новость состоит в том что коллаген можно пополнить снаружи для этого принимаются специальные добавки я не знаю насколько эти добавки могут быть прописаны вам врачом но в косметических целях коллаген активно принимается он популярен других странах я знаю что женщины в японии принимает его начиная с 20 лет в россии к сожалению насколько я знаю он не так распространен тем не менее поскольку мы сегодня с вами будем говорить о биологически активных добавках об адах я хотела бы небольшую ремарку для начала сказать небольшую заметку что любые препараты которые я принимаю любые витаминные комплексы я всегда согласовываю с врачом не принимаю что-то только потому что это было кем-то рекомендовано особенно если это было рекомендовано в интернете я всегда согласовываю с врачом даже если инициатива по приему того или иного препарата исходит от меня я всегда спрашиваю разрешение и советуюсь можно ли мне это принимать или нет поэтому в данном случае мне это принимать можно мне это подошло это не значит что это можно принимать вам это подойдет вам поэтому пожалуйста обязательно проконсультируйтесь со специалистом, с врачом, возможен ли прием коллагена в вашем случае. Так как я уже говорила, коллаген – это важнейший компонент соединительной ткани, коллаген обеспечивает эластичность тканей. Только запасы коллагена в нашем организме истощаются, он заменяется поперечными связями, кожа становится более дряблой, появляются расширенные поры, морщины, естественно, появляются. В общем, ни одной женщине такой расклад не понравится, поэтому коллаген нужно принимать, восполнять его снаружи, ведь коллаген – это 70% белка нашей кожи. Несмотря на то, что большинство БАДов можно принимать уже в том виде, в котором они есть, то есть они подготовлены к приему, у коллагена есть ряд свойств, которые необходимо знать, прежде чем начать принимать эту биологически активную добавку. Зная эти свойства, вы в разы повысите эффективность коллагена, поэтому все, что я знаю о коллагене, о том, как принимать эту добавку, то есть я вам сейчас вкратце расскажу. Первое, что нужно знать, это то, что коллаген максимально эффективен, если его принимать на голодный желудок. Соответственно, лучше всего принимать коллаген утром, когда вы только просыпаетесь, или вечером, если, например, вы не едите после 6, то, очевидно, уже перед сном вы испытываете легкое чувство голода, а некоторые – нелегкое. Также важно знать, что существует коллаген разных типов. Бывает коллаген первого и третьего типа – это как раз наши волосы, кожа, ногти. И есть коллаген второго типа – это хрящи и межпозвоночные диски. Так вот, интересно, что коллаген первого и третьего типов нельзя смешивать с коллагеном второго типа, потому что в таком случае наш организм перестает воспринимать эту добавку как таковую. Поэтому, если вы хотите принимать коллаген первого и третьего типа для здоровья ваших волос и кожи, и также вы хотите принимать коллаген второго типа, например, вам прописал его врач, ну, предположим, остеопат, то нужно, чтобы между приемом коллагена первого и третьего типа и приемом коллагена второго типа проходил хотя бы час. Но лучше выдерживать больше интервалов. Также я хочу вам рассказать о том, что коллаген следует принимать с витамином С. Удивительным образом витамин С увеличивает эффективность коллагена в разы. То же самое можно сказать о приеме гиалуроновой кислоты. То есть это такая троица, которая обеспечит вам эффективность приема коллагена. Коллаген плюс витамин С плюс гиалуроновая кислота. Естественно, что увлажненность нашей кожи зависит от того, как вы пьете. Банальная истина. Пить нужно не менее полутора-двух литров воды в день. Я лично практически никогда не следую этому правилу. Очень тяжело выпить два литра воды, вот лично для меня, в день. При том, что любые другие жидкости здесь не считаются. То есть чай, кофе, супы и все остальное это не считается. Подразумевается, что вы выпиваете полтора-два литра свежей питьевой воды, даже негазированной. Я для того, чтобы следовать этому правилу, ставлю на своем рабочем месте небольшую бутылочку воды. И стараюсь в течение часа-двух ее выпить. Потом пополняю ее вновь. Потом вновь выпиваю. Но, честно признаюсь, до двух литров чистой питьевой воды я еще не дошла ни разу. Также я хотела бы вам сказать, чтобы вы не рассчитывали на быстрый результат. Если вы предполагаете, что вы выпьете коллаген и через неделю приобретете свежий цветущий вид, разгладятся морщины, кожа станет напитанной и увлажненной, я боюсь, что я разочарую вас, потому что реальный видимый эффект от коллагена, кто бы что ни говорил, наступает в лучшем случае месяца через три. Кстати, по поводу приема коллагена, по поводу режима приема и длительности приема коллагена. Считается, что если вы только начали пить добавку коллагена, первые три месяца нужно пить его каждый день. По прошествии трех месяцев вы можете сделать перерыв. Например, вы можете не принимать его три месяца последующие, потом возобновить курс и снова пропить его три месяца. Это первый вариант. Второй вариант. Первые три месяца вы пьете его каждый день, потом вы переходите на более удобный именно для вас режим. То есть вы можете пить его день через день, два через два, через три, через три, так, как рекомендовано на упаковке коллагена, так, как вам рекомендовал врач. В общем, как вам угодно. Все, что я знала, я вам рассказала вкратце. Насколько я это понимаю, я не медик, поэтому, возможно, я где-то терминологически неверно что-то сказала. Тем не менее, я надеюсь, что общий принцип вы поняли. Конву я вам рассказала. Сейчас я вам расскажу, где я покупаю коллаген. Коллаген я не покупаю в России. Коллаген я покупаю на iHerb. Я думаю, что вы знакомы с этим сайтом. Замечательный сайт, широкий ассортимент. На этом сайте вы можете подобрать коллаген на любой вкус и цвет. Это порошки, это таблетки, это жевательные конфеты. Сегодня расскажу вам, что же именно я принимала. Не все мне понравилось. Я надеюсь, что это поможет вам определиться с выбором. Те, кто часто покупают на iHerb, знают, что самыми популярными фирмами на iHerb, которые продают и коллаген, и другие биологически активные добавки, являются фирменный Ацелл и Доктор Бест. Доктор Бест не понравился вообще. Эффекта я не заметила никакого, поэтому сегодня вам его даже показывать не буду. Покажу вам сегодня коллаген от Neocel и коллаген от фирмы Reservoir Nutrition, который набирает почему-то неоправданно мало отзывов. Я думаю, что в первую очередь из-за своей цены. Вся продукция Reservoir Nutrition чрезвычайно дорогая, особенно в пересчете на курс доллара сейчас. То есть получается, что коллаген от этой фирмы стоит от 1000 рублей и выше. Другие добавки, а их, собственно, немного. Это, по-моему, ресвератрол, коллагеновые бустеры стоят до 5000 рублей. Естественно, это очень дорого. Здесь в этом продукте 78 грамм. Он единственный в своем роде, вы его ни с чем не перепутаете. Это единственный коллаген в порошке от этой фирмы. Все остальные имеют таблетированную форму. За что мне полюбился этот коллаген и почему я покупаю его уже не первый раз? Во-первых, мне нравится то, что здесь уже содержится гиалуроновая кислота и витамин С. То есть вам не нужно смешивать коллаген в данном случае с чем-то еще и докупать какие-то еще дополнительные добавки. Здесь идет в комплекте мерная ложечка. Принимать нужно одну ложку один раз в день. Собственно говоря, что очень удобно. Можно намешать с водой, соком, с йогуртом. Производитель обещает, что данный коллаген защищает нашу кожу от укислительного стресса и также поддерживает уровень увлажненности нашей кожи. Вы знаете, ни на одной из упаковок коллагена этой фирмы или какого-либо другого я не встречала информации о том, что коллаген чудесным образом вас преобразит, что эта добавка избавит вас от морщин. Все, что обещают производители, это поддержание увлажненности кожи. И именно это обещание все производители, особенно Reservoir Nutrition, сдерживают целиком и полностью. У меня сухая чувствительная кожа. В межсезонье она настолько капризная и шелушащаяся, что сейчас я спасаюсь только вот этими коллагенными добавками гиалуроновой кислоты. Примерно через 2-3 недели приема коллагена с гиалуроновой кислотой кожа перестает шелушиться и становится более восприимчива к уходу. Она реагирует вполне себе сносно даже на кислотный уход, на кислотные пилинги. Поэтому я принимаю коллаген нисколько как средство для профилактики морщин. Может быть, у меня еще не тот возраст, поэтому я не ощущаю этого эффекта в полной мере. Я принимаю коллаген в первую очередь для того, чтобы моя кожа была более увлажненной изнутри. Давайте сразу, наверное, покажу тогда другой коллаген. Буду их сравнивать. Вот сейчас на то пошло. Вот второй коллаген от Neocel. Суперколлаген он называется. 198 грамм, то есть упаковка значительно больше. Это самый популярный коллаген на Herb. У него огромное количество положительных отзывов. Многие пишут о том, что он экономный. Самый экономный, даже я так скажу. Вот мы сравниваем с вами эти две упаковки. На первый взгляд, вы можете сказать, экономия очевидна. Эта упаковка в 2 даже больше раза меньше, чем вот эта. Но еще раз повторюсь. Здесь уже есть гиалуроновая кислота и витамин С. Здесь гиалуроновой кислоты и витамина С нет. То есть здесь нужно докупать. Витамин С, конечно, стоит не архи каких денег. Но гиалуроновая кислота уже стоит значительно дороже. Когда я пила этот коллаген, вот у меня еще чуть-чуть осталось. Я вам покажу. Я покупала вот такую вот гиалуроновую кислоту от этой же фирмы. Капсула. В чем для меня лично преимущество вот этого коллагена перед вот этим? У этого коллагена от Reservoir Nutrition отсутствует запах и привкус. То есть, когда вы размешиваете его в воде, практически вода не меняет своего вкуса. У этого коллагена неприятный вкус. Напоминает ржженый волос. Наверное, так. Если вы чувствительны к запахам и вкусам, я могу подозревать, что вот этот коллаген вам не очень понравится. В каждой из этих упаковок идет мерная ложечка. И в этой упаковке, и в этой упаковке. Принимать нужно одну ложку, одну мерную ложку в день. Вы можете сказать, ну, здесь разница очевидна. Эта упаковка проигрывает. Ничего подобного. Сейчас я вам покажу эти мерные ложечки. Итак, это мерная ложечка от Neocel, а это мерная ложечка от Reservoir Nutrition. То есть, вы видите разницу. В пересчете на количество принимаемого порошка, очевидно, что вот этой ложечкой вы наберете гораздо меньшее количество порошка, чем вот этой поварешкой. Поэтому, да, у Neocel больше вес упаковки, но и принимать его нужно значительно больше, судя по этой мерной ложечке. Поэтому я еще раз повторюсь. По расходу они одинаковые. Их хватает этой упаковки на месяц, наверное, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, на месяц мне хватает и того, и другого. Только в случае с Neocel вам еще нужно докупать гиалуроновую кислоту и витамин С. Ну, как минимум витамин С. А вот в этой упаковке от Reservoir Nutrition все уже смешано за вас. Поэтому эта упаковка полностью готова к приему. И, кстати, вот этот вот коллаген легче размешивается в воде, он не комкуется. Закончился у меня еще один коллаген от Reservoir Nutrition. Это был коллаген с керамидами. Я обязательно вам покажу фотографию где-нибудь здесь. Назывался он коллаген Гидропротек с керамидами. Содержалось в упаковке 30 капсул. Это был самый лучший коллаген, который я только пробовала. Я не пробовала, к сожалению, коллагеновый бустер от Reservoir Nutrition. Так вот, вот этот вот Reservoir Nutrition коллаген Гидропротект, это был единственное средство, от которого был ощутимый, видимый эффект примерно через полторы-две недели приема. Кожа стала более выровненной, более увлажненной, более плотной. Но, к сожалению, в упаковке всего 30 капсул его хватило на месяц. Но при первой же возможности я вернусь к нему опять. Также по поводу фирмы на Ацелл, еще одним коллагеном, который я принимала, был коллаген в таблетках. Он назывался Супер коллаген плюс витамин С. На сей раз данный коллаген имел в составе витамин С. Вам не нужно его с чем-то смешивать еще. Он стоит дешевле, чем вот этот вот коллаген в порошке. По-моему, рублей на 300. Это здорово, скажете вы. Классно, хе-хе, экономия. Все меня устраивало в этом коллагене. Наверное, он неплохой. Но я так и не успела, не смогла ощутить его прелесть. Потому что нужно было принимать по 6 таблеток в день. 6 таблеток это очень много. То есть, получается, для того, чтобы соблюдать режим приема, вам нужно иметь в идеале одну упаковку дома, одну упаковку на работе, еще одну упаковку в сумочке. Потому что, ну, ребят, мне одной кажется, что 6 таблеток это много в течение дня принимать. Это же тебе нужно ставить таймер, часы. А еще нужно умудриться принимать его так, чтобы быть голодным. Как это сделать в течение дня 6 раз? Поэтому я его больше не принимаю. И, честно говоря, первые, может быть, 2 дня я попринимала по 6 таблеток. В общем, в результате все свелось к одной таблетке. Естественно, толку не было никакого. Больше я его не куплю. И последнее, о чем я хотела бы вам рассказать, это будет коллаген. Также от фирмы Nacell. Это новинка. Он появился на iHerb недавно. Это морской коллаген. Выглядит он вот так. Очень красивая упаковка. Стильное оформление. Такая темно-синяя, красивая, какая-то переливающаяся голографическая этикетка. Здесь, в этом коллагене, также содержится витамин С, гиалуроновая кислота и, по-моему, даже что-то еще. Содержится в упаковке 120 капсул. Принимать его нужно по 2 капсулы 2 раза в день. Ну, зо-зо-ля-ля, скажем так, можно это вытерпеть. Капсулы достаточно большие. Сейчас вам покажу. Вот так вот они выглядят. Достаточно большие капсулы. Интересно, что до этого я читала о том, что морской коллаген – это очень дорогое удовольствие. Но вот эта упаковка морского коллагена ничуть не дороже, чем другой коллаген от Miocel. Что важно знать и что указывает производитель на сайте. Если вы вегетарианец, если вы не употребляете в пищу вообще ничего животного происхождения, то вы должны знать, что для изготовления желатиновой капсулы вот этих вот таблеток используется рыба, какой-то компонент из рыбы. Поэтому здесь присутствует компонент животного происхождения. Я думаю, что для многих это может быть важно. Я принимаю этот коллаген, стараюсь следовать инструкции, принимать его 2 раза в день по 2 таблетки. Никаких побочных эффектов не было. Я знаю, что у некоторых, кто принимал морской коллаген, было расстройство желудка. Но что-то мне подсказывает, что после того, как я закончу эту банку, я снова вернусь вот к этому коллагену. Потому что лучше, чем продукция от Reservation Nutrition в плане гиалуроновой кислоты коллагена, у меня еще не было ничего. Ну и мне удобнее просто принимать один раз в день, на ночь или утром, выпить просто и все. Какой-то напиток, сок или йогурт, чем заниматься подсчетами этих таблеток, сколько я приняла, что я забыла. Не люблю я вот это дело. Я вам сегодня рассказала все, что я знаю о коллагене, показала, что я принимаю. Я думаю, что свои 80-ты я выгляжу просто прекрасно. Все это заслуга коллагена. Если у вас будут какие-то вопросы или где-то я была неточна, пожалуйста, напишите мне об этом. Напишите мне, пожалуйста, какой коллаген принимали вы. Может быть, вам понравился коллаген от Dr. Best. Может быть, я как-то неправильно его принимала. В общем, я жду ваши комментарии внизу под этим видео. Под этим видео вы также найдете ссылки на все те продукты, которые я вам показала. Ставьте лайки. И всего вам хорошего. Будьте здоровы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok